бум хай всем добро пожаловать обратно варлок проходит slay the spire чат тише на ютубе нас не спалят ладно youtube я сегодня экспериментально проверяю пробую транслировать и потом нарезать видео поэтому я не знаю может видео будет лагать надеюсь что не будет надеюсь что будет все нормально но в любом случае я рад вас приветствовать всех слой the spire вся фигня латоносец 13 уровень возвышения слушай мне что совсем другой голос делается как будто когда я стрим его я не понял что за дела я сейчас вот заметил что я не такой расслабленный как я обычно когда я просто записываю видосы так почему меня чат вылезает наверх чат я вас не вижу все так латоносец 13 уровень возвышения нищие боссы мы так и не взяли нет дожди у нас безмолвная всех обогнала по возвышению точно алтоносец ты отстаешь короче у тебя задача на сегодня пройти возвышение если не пройдешь чтобы тебя девчонка обогнала убрать карту из колоды получить случайную обычную реликвию получить проклятие получить редкую реликвию или потерять стартовую реликвию получить реликвию босса так если мы можем получить магазин ага а вот и значит мы берем редкую реликвию давай мороженка деточка если ты не против то а знаешь что я не буду продолжать эту фразу дальше потому что она стала очень криповый когда я закончился в голове поэтому и я не буду вы меня не уговорить так мы можем 6 от него пропустить что побыстрее его убить я бы сказал что мы поспешим здесь я боюсь с культистом долго тусить основа особенно если у нас сожаление в колоде это может быть неприятно три удара 3 удара 6 9 327 его убиваем бомб шоколака 70 здоровья зелья яда хорошо боевой транс ес 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 а бхс лучшая карта в игре золотоносца по любасу правда с проклятием с сожалением она может нас убить но мы постараемся сбежать 12 мы точно не можем получить и знаешь что нам наверное зелья яда не стоит экономить блок-блок удар вот я бы хотел убить этого чувака по как можно скорее с ним лучше не тусить пожалуйста блокируй сейчас полностью с какой-то молодец как я тебя люблю зелья да спасибо тебе большое кстати за твою помощь мы здесь я думаю сэкономили как минимум десяточек дамага из-за зелья яда мы бы сейчас его не добили без зелья яда и он бы нас на 16 пробил бы и нам там же деле таланты дали так а вот теперь интересный выбор гнев обезоружить ерунда ха чтобы я из этого взял без оружие универсальная карта кто нас босс если там гексадух я беру обезоружить там слизь может тогда без оружие не так уж круто знаешь что обезоружить против гексадуха рулит безбожно с мороженком рулят такие карты как ерунда которые дают добор пожалуйста убрать карту моё вы это видите эту шару бум до свидания теперь можно магазин кстати не идти но мы наверное здесь получим еще одно проклятие на свою голову и вот его пойдем убирать потом бум бум наверное бум 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 или альтернативно мы можем бум 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 нет это хуже идем в магазин сразу убираем проклятие только здесь а воспламенение я бы взял его вместо убирания проклятие сейчас моментально даже не задумываясь но за неимением просто убираем проклятие у нас есть золото идол и мороженка это уже отличное начало и здесь мы будем коваться так коваться боевой транс я не люблю ковать обычно наверное стоит сковать ерунду мы будем практически всегда разыгрывать самая сильная наша защитная карта в данный момент вообще наверно самая сильная наша карта . боевой транс иди к папе его нет смысла не разыгрывать ты всегда хочешь играть боевой транс раз два три так первая слизь готова вторая сейчас нам будет слабость слабость да славость славься все а есть нам смысл делать ерунду что мы пытаемся вытащить боевой транс и что тогда нет не надо и сейчас мы вытащим боевой транс он будет прав тыкан не надо лучше пускай лежит мороженое спасибо а кстати мороженое я уже начал про него забывать добро пожаловать на премьеры варлока он забывает про мороженое каждый раз мороженое само по себе это не чистая победа но это очень близко к чистой победе но просто огонь и кстати об огне воспламенение спасибо которое мы кстати сразу скуем еще ко всему шикарный старт воспламенение мороженое королевская подушка на случай если все будет плохо но я не знаю что я мог еще желать мы даже можем взять себе 75 золота или потерять 44 золота это из-за того что мы на этом возвышение да у нас же есть что-то типа дам нищие боссы начинайте с проклятием меньше мест для зелий начинайте с повреждениями такое впечатление что эта штука начала больше золота забирать знаешь что это на на патч какой-нибудь я отдам те 44 золота подавись потому что я хочу эту элитку но я боюсь на нее идти просто так мы можем взять вот это это нам ничего не стоит благоволен не просыпается на нем сейчас будет слабость если мы решим его разбудить и не уверен наверное лучше мы сделаем что-то типа того и разбудим его на следующий ход когда у нас будет боевой транс и у нас будет 6 энергии энергия будет на каждый ход переноситься давай самое большое пробуждение логоволина в мире по уязвимости бы поздно ладно поехали так то что мы настакали себе силы лучше чем уязвимость на него так сразу ерунда бум после ерунды я предлагаю проломить удар все таки надо все равно соблюдать между атакой защитой какой-то баланс иначе мы будем не убьем час до 13 нет транс на 3 это математика будет злейший враг транс на 3 39 нет мы его не убьем и на следующий ход он ничего не делает и у нас есть боевой транс значит нам нужно надо сделать вот так на блок надо здесь играть 15 урона нормально все он он мертв мертв точно да он мертв на следующий ход гарантирована дядя логоволин дробни мне пожалуйста в аджиру спасибо рехалк почти в аджира а у нас есть проджение 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 да именно так я у тебя буду называть поражение проджение я не думаю что наша колода подходит для проджения во-первых его надо было получить раньше чтобы начать апгрейдить во вторых воспоминение не имеет силос не имеет сила не имеет силоса не имеет силоса не Не имеет смысла с поражением. В-третьих, там была одновременно с ним очень хорошая карта под названием Устрашение. Поскольку у нас слабости нет, другой никакой, то Устрашение будет нашей дорожкой к счастью. Так, 11 блока. Кого из вас убить? Наверное, едкого слизня лучше первым убивать, да? Вопрос в том, играть ли, проломить или сыграть два удара. Два удара, 18 урона, здесь 11, но дает слабость, в смысле, простите, уязвимость, которая, скорее всего, позволит нам на следующий ход этого слизня убить. Да, уязвимость, я думаю, будет лучше. А Грибной Паразит как раз бафается, какой молодец. Самое время бафнуться. А Рихал, кстати, делает наши обычные блоки практически бесполезными. Мы его можем убить? Мы его 100% можем убить, даже не обсуждается. Может быть, стоит рассмотреть вариант убрать обычные блоки из колоды. Я не буду брать Арсенал. Логика у меня обычная. У нас уже три, простите, две улучшенные карты. Эта карта улучшения не требует. По большому счету обороны можно забить на них. Но я так часто делал эту ошибку и так часто из-за нее умирал, что, честно говоря, очкую. Я не думаю, что Арсенал пойдет. К тому же Арсенал портит Рихалк. Вот Избиение, с другой стороны, это карта, которая нам пойдет. Нам не нужен магазин. Нам нечего покупать. Единственное, что мы можем купить в магазине, это зелье. Ну, это смешно. О, пацаны, ловите Устрашение. Так, они поймали Устрашение. Эти пацаны поймали Устрашение. Оборону. И 8 урона. Избиение. Стоп, можем ли мы кого-то убить, если сделаем Избиение? Самый слабый из вас вот этот парень. У него 15 здоровья. 8 плюс 6. Нифига не 15. Ладно, хорошо, уговорили. Тогда я вас переворачиваю. Тебя переворачиваю. И давай тебя перевернем. Эти трупы от обычных ударов на следующий ход. Мы, может, даже отсюда выйдем с большим здоровьем, чем зашли. Бум-бум, вы мертвы. Ари Халк, спасибо тебе, что ты работаешь. Ну, хотя ты и был бесполезен здесь. Также спасибо Мороженку за дополнительную энергию и боевой транс в самый раз. И я думаю, что мы, наверное, просто сделаем 3 атаки без всяких воспламенений. Они все равно смысла не имеют. Скорее всего, мы добьем его. Нам просто нужно... Стоп! У нас это будет 4 урона. И это будет 4 урона. Мы все равно тебя убиваем. Ха! Иди нафиг. Кропускание боевых кличей ерунда. Еще одна ерунда, да? Ну да, добор рулит. Ее бы тоже проапгрейдить. Я не знаю, будем ли мы улучшаться перед боссом. Я подумаю. Устрашение сейчас не имеет смысла. У нас уже достаточно блока. Сэкономим. А вот теперь лучше бы не экономить. О, лучше бы совсем не экономить. Ладно, 2 блока. И на тебе сверху обычный удар. Я буду... Во-первых, я буду гореть в аду. За то, что я сделаю в этом забеге. И за такой бесполезный стрим, где я не разговариваю с чатом. А во-вторых, я буду экономить наше здоровье по максимуму. 65. Зелье крови. Хм. Заманчиво бы зелье крови выпить. Причем прямо сейчас. Я бы его выпил. Или зелье таланта будет лучше. Я думаю, у зелья таланта больше шансов быть эффективным на слезняке, чем полечить... Сколько? 8 здоровья. Не. Так. Копаться. Второе дыхание. Игромышцами. Копаться точно нет. Второе дыхание... Нет. Игромышцами, да. Ковать. Так. По-любому ковать. Без вариантов. Но что ковать? Избиение? Не. Ерунду? Не. Игромышцами? Е-е-е-е. Е-е-е-е-с. Почему-то я себя чувствую не так комфортно. Ха-ха-ха. Здесь. На стриме. А, мы выбираем один из трех. Окей. Тогда давай мне баррикаду. Стоп. Баррикада не работает с рехалком. А рехалк один раз сразу. Работает. Потом перестанет работать. Значит нам нужен джекернаут. Хотя баррикада, блин, будет стоить ноль. Но можем ли мы настакать столько блока, чтобы от нее был толк? Вообще-то можем. За ноль баррикаду надо играть по любасу. Так. И первый ход. У нас сразу есть сила. Плюс два. Но избиение стоит оставить, когда у нас еще будет включено воспламение. А в идеале еще и игромышцами. С другой стороны мы теряем уход. По большому счету. Не. Я так не играю. Мы дамажим здесь. Я отказываюсь 30 урона получать в лицо от этого парня. Я просто абсолютно стопроцентно отказываюсь. Так. Мы делаем му сейчас проломить. Правильно? Бум. У него 105. Он разделяется на 75. Нам нужно нанести 30 дамага. Мы ни при каких обстоятельствах не сможем этого сделать. Мы 22 можем. Нам стоит это сделать вместо 5 блоков по-любому. Ну и слушай, из 38 мы блокируем 22. Спасибо баррикаде. Это нормально. И теперь мы его можем разделить сильно. Стоп. Так. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. 83. То есть он разделится. А почему бы нам не попробовать разделить его посильнее? Давай я закончу этот ход вот так. Как есть сейчас. Не играя проломить. Потому что проломить его разделит. Ждем следующего хода. Теперь вытаскиваем. Смотри. Много-много атак через боевой транс. Да, я знал, что он нам придет. И у нас... Раз. 2, 3, 4, 5 атак. Ну? Разве я не гений? Не отвечайте. Это был риторический вопрос. Так. Тебя будем разделить? Эй. 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 Ты должен был разделиться. Я уверен, что ты должен был разделиться. Козел. Ерунда. Спаси меня. О, мой бог. Ерунда. Спаси меня. О, мой. Китайский городовой. Я не сжигаю слизь. Я жлоб. Я коплю энергию для мороженка. Надеюсь, кого-нибудь сваншотить. Но, наверное, пришло время сжигать слизь. Ого. Пришло время сжигать всю слизь. Сейчас я буду поджигать всю слизь. Э-э-э-э-да. Она сожрала всю колоду. Я... Надо было раньше это начинать. Мы выиграем. Мы выиграем в этом бою. Без сомнений. Э-э-э-э. Мы сваншотим тебя. Мы сваншотим тебя. Потом сверху бум. Ерунду. И спасибо. Еще блок. Мы не перейдем с полным здоровьем на следующий уровень. И это на самом деле большая проблема. Старт может быть очень сложный. А-а-а. Какой выбор. Хм-хм-хм. Окей. Жнец и сожрать. Хм-м. Сожрать одна из самых топовых карт в игре. Особенно, если вы получите в начале. У нас нихрена не начало. У нас уже конец. Мы уже кончили. Ну, правда, для того, чтобы кончить, мне нужны плетки и опонки и тентакли. Но в любом случае. Жнец. У нас есть мороженое. Какое отношение Жнец к мороженому имеет? Ну, он типа стоит 2 энергии. Мороженое дает энергию. Но оно не то, что дает. Оно экономит энергию. Объятие тьмы я не рассматривал. Сожрать не может быть хуже удар. Ладно, знаешь, что жнец. Ты тусуешься в основном, потому что у нас есть королевская подушка. Мы и так нормально хиляемся. И выбор. Черная кровь. Астролябия. Метка боли. Мы можем взять метку боли? Или это будет смерть и разрушение? Я очень хочу метку боли. Прямо так хочу. Сделай мне больно. Но Астролябия. Блин. Астролябия. Три обороны Астролябии. Превратить во что-то поэффективней. Черная кровь. Я часто вижу в комментариях, что черная кровь троп. Троп. Да, троп. Топ. Я не считаю так. Я не верю, что всего лишь 4 здоровья после каждого боя. Это такой уж топ. Потому что мы и так 6 получаем. А тут 10. Но это плюс 4. Взял бы я реликвию, если бы она давала 4 здоровья в конце боя. Нет. Не взял бы. Это всего лишь на 2 здоровья больше, чем у красной фляги. Поэтому. Короче, выбор между меткой боли и Астролябией. За Астролябию говорит размер нашей колоды. Она пока что небольшая. И у нас одно проклятие есть и всегда будет. Метка боли будет мешать. С другой стороны, у нас есть добор. С добором метка боли не так страшно. Если мы купим аптечку, то местка боли будет просто огонь. Ладно. Я рассчитываю на получение небольшого фана от этого забега. Поэтому мы берем Астролябию и мы убираем 3 обороны. Окей. Покажи мне. Покажи, покажи мне любовь. Покажи, покажи мне толчок. Покажи, покажи мне сбить с ног. Покажи мне, покажи мне рывок в пекло. Трэш? Да, трэш. Да. Сбить с ног не трэш. Улучшенное. Все остальное? Мэээ. Ну хорошо. Голова окружения с мороженком может рулить. Хотя, ну, такой же практический эффект имеет, как метка боли. Тоже добавляет всякую хрень в колоду. Мы попробуем сделать максимальное из того, что у нас есть. Поэтому я не пойду направо. Здесь много элиток, мало костров. А если мы пойдем вот сюда? Раз костер, два костер, элитка, три костер. Все равно три костра. А вот здесь больше интересных, больше вопросиков. Если сюда пойти. А если вот так пойти, еще больше вопросиков. О, много вопросиков. Все равно в вопросиках, скорее всего, нам в магазин попадется. Поэтому я его пока что обхожу. И к тому же 195 это не то количество, которое прямо... Ууу, скорее, бежим. Солчок корпусом, ты бесполезен. Избиение, ты не бесполезна. Ты красавчик. Оборона нам не нужна, нет смысла. Зачем оборона, когда у тебя есть варихалк? Так, знаешь, что было бы отлично? Если бы мы могли его сожрать. Это правда. Я согласен. Я бы хотел на него уязвимость, но шансы маленькие вытащить ерундой. Хорошо, на тебе слабость. Вот рывок в пекло. Сверху я еще приторабаню удар. Шанс сожрать его есть. Я не буду прямо фокусироваться на нем, но попробую. Я специально его сейчас не добил. Нам достаточно одного любого удара, он труп. Сожрать. 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 Ну же. Так, у нас 19 блока. Мы можем еще один ход пропустить. И все-таки попробовать вытащить, сожрать. Я это сделаю. Блок есть. Че, лежит, никого не трогает. Мороженка, спасибо. О, мой бог. Ну все, теперь надо добивать. 15 урона мы уже не будем пропускать. Вау, мы не можем его убить, да? Окей. Я понял. Да, да. Хорошо. Замечательно. Сожрать. Зелье потратили. Ну ладно. Второй боевой транс. Да или нет? Я думаю, что второй боевой транс это идея из разряда лишняя. Или нет? Сколько карт нужно в колоде, чтобы боевой транс был хорошим? Он вытягивает три карты. Я думаю, у нас как раз достаточно карт в колоде, чтобы можно было брать второй боевой транс. Все, больше не надо. Хватит. 85 золота получить реликвию. Да, дедка, давай. Сумка готовности. Ууу. Да я вижу, вы имеете чувство юмора. Так, эти, вот эти ребята. Я 135 золота не хочу отдавать, но так же я не хочу терять здоровье здесь. С другой стороны у нас есть королевская подушка. Идите к папе. Батя вас сейчас накажет. О, батя накажет. О, как он накажет. Так, боевой транс второй, кстати, не работает. Ну вот, о чем я и говорил. Устрашение сразу. Бум. Ааа, надо было ерунду сначала играть. Что ты делаешь, прекрати. Ладно. Слабость. Четыре стака слабости на чуваке. Ну мы его, наверное, сейчас убьем. Да. Слушай, не так все плохо. Нет, далеко не все плохо. Совсем. Правда, ну вот такие заходы, конечно, отличаются умом и сообразивно. Сообразимостью. Но здесь все будет нормально. Спасибо за фоллоу на твиче. Спасибо. Я, потому что это тестовый стрим. Я нифига не вижу, кто фоллоу сделал. Но я вас благодарю, честно. Ну не работает у меня чат. Ну что я сделаю? Медведь, я ненавижу тебя и все, чем ты являешься. Надо было зелье артефакты делать. Да, надо было. Медведь мудила. Ерунду сначала играй. Ладно, все равно ерунда нам пойдет. Девять блока, теперь корпус обработает. Кстати, для нас сейчас ерунда лучше, чем удар. Да, потому что она усиливает толчок корпусом. Во. Да. Да, я теперь понимаю, что ерунду нам лучше играть, чем толчки корпусом. Хм. Какой интересный момент. Я что-то раньше об этом даже не задумывался. Удар офисом. Берет две карты. Что, колода на доборе? Ну, у нас энергии столько не особо есть. Но это хорошая карта сама по себе. А, это не очень хорошая карта. Зря, 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 зря. Смотри, если мы играем ерунду, это лучше, чем сыграть удар. По-любому. Это и добор. Это и блок. И это толчок корпусом. Плюс, еще сверху лучше еще одну оборону сыграть, чем удар. Опять же, из-за толчка корпусом. Да, короче, у нас будет план такой. Мы все время играем ерунду всякую. И толчком корпусом наносим урок. Ну, если у нас есть такая возможность. А еще мы можем кого-нибудь сожрать. Например, тебя. У нас семь силы. Девять урона четыре раза. Вы хотите сказать, что мы можем вот этого чувака сейчас убить? Через сожрать. Да? Вау. Окей. До этого не можем. И слабости на нем нет. Ну, Василиса типа перемудрила. Спасибо, Эрихалк, кстати. Спасибо, ты настоящий дядька. Прощай. Моншер, до свидания. Я жук, я разрыл ваш муравейник. Все, мы берем еще один толчок корпусом? Нет. Да? Нет. Нет. Нет, нет, нет. Мы идем сюда. Или мы сворачиваем сюда. Если мы свернем сюда, мы идем бум-бум-бум. Здесь два костра. А потом элитка. После элитки магазин. А если мы идем сюда, то тут раз костер. Элитка, два костер. Но здесь нет магазина. У нас и золота не особо много. Здесь больше вопросиков. Здесь больше боев. Бои нам не интересны, честно скажу. Я лучше пойду по вопросикам. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, я не могу. Я не могу пропускать эти ивенты. Ну, как я могу пропустить шанс получить шару? Это был из вопросика. Счастливый цветок. О, боже. Свершилось. Мы это сделали. Наш риск окупился. Лечиться сейчас или лечиться потом? Какой ответственный вопрос. Я буду ковать. Потому что я не знаю, что для меня хорошо. Но я знаю точно, что кованая ерунда для меня всегда хорошо. Блин, насколько сильно эту колоду поменял? О, нет, 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 нет. Но, 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 но. Я с вами не тусуюсь. Идите, идите куда хотите. Вы двое. Я вас ненавижу. Просто всех. Абсолютно. Две ерунды. Спасибо, что вы у меня есть. Это просто огонь. Я хочу теперь убрать из колоды все удары. Играть только ерундой и блоком. Так, и мы можем сожрать. И мы сожрем. Мы сожрем всех. Да. 17 урона. Блин, чуть-чуть не хватает. Ха-ха. Ладно. Ну, надо его сжирать сейчас. Блин, сколько мы урона тратим. Может попробовать в панцирного паразита побольше зарядить и сожрать кого-нибудь попозже. Просто такой шикарный ход получается. Проломить. Рывок в пекло. Избиение. А если мы не играем проломить, то что мы играем? Мы играем, например, удары фесом. Сожрать. Рывок в пекло. Избиение. Не-не-не. Нам нужно делать вот это. А мы тогда не убьем вообще этого чувака. Да? И он нам сделает слабость. Но избиение сейчас практически сваншотит панцирного паразита. А может мы его сможем сожрать? Нет, мы его не сможем сожрать. Точно. 100%. Потому что у нас не будет энергии. Ладно, я выберу сэкономить здоровье сейчас, чтобы не сжирать. А мы его вообще убьем? Это 15 будет. Здесь будет 40. То есть где-то 60. Да, мы его должны убить. Сложный выбор. Сожрать важнее. Я решил. Потому что здесь мы знаем, что можем сделать. Мы можем сделать удары фесом. И сверху избиение. Да, его это не убивает. Но это нам сэкономило 6 здоровья, убив этого чувака. 6 блока у нас было все равно. И мы получили максимальное здоровье. Что тоже неплохо. Так, теперь вот этот парень. Это вот так. Типа вот так. Моя энергия. Нет. Мороженое опять было забыто. Добиваем. Просто убиваем. Ау, есть ты клинок. Как бы я хотел, чтобы он был улучшенный. Но надо хоть какой-то финишер брать, какой есть. Закупоренное пламя. Сделать атаку стартовой. Какая атака нам нужна стартовая? Что мы хотим в первый ход видеть? В любом бою. В каждом бою. Наверное, толчок корпусом. Чтобы мы могли поблочить нормально. И наша айритка. Нет. Я так надеялся, что этих не будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Плохо. Ладно. Блоков нет. Нет. Ерунда. Где ты? Ну почему? Игра. Ты... Цука. Просто самая натуральная. Можем ли мы убить работорговца? Нет. Абсолютно. У нас нет силы тоже. Первый ход отвратительный. Ужасный просто. Аааа. Та-та-та-та-та-та. Ну какой есть, что я вам скажу. Знаете, толчок корпусом на ноль. Что было бы идеально в этой колоде? Это... Любые... Карты, которые действуют от урона. От атак. Которые мы делаем. Но этого нет. Делаем добор. Делаем воспламенение. Увеситый клинок тебе же на 23. То есть мы можем его убить. Увеситым клинком. Либо двумя ударами. Без разницы чем. Я предпочту увеситым клинком. Потому что это выглядит круче. И да, мы могли бы сыграть здесь древнее зелье. Но я его постараюсь сэкономить. Так, сразу игра мышцами. Ааа... Я хочу тебя сожрать. Я тебя сожру. Я тебя сожру так, как тебя никто не сжирал. Спасибо. Остался последний надсмотрщик. Он... Должен быть мертв. Без проблем. И нам не нужно играть в оборону. Потому что у нас есть Орехалк. Помни об этом всегда. Спасибо, мороженка. Ты настоящий друг. Это лучше, чем удар. Веситый клинок лучше. Короче, он труп. В общем, куда совсем. 42 здоровья. Ваджира. Ес, ес, ес. Двойной спуск. Двойной спуск. Да, двойной спуск. Окей. Мы идем в костер. Мы не идем на эту элитку. Я боюсь, мы умрем там. Ааа, змеи цвета. Собака. На тебе устрашение за то, что ты такая собака. А зато у нас есть... Толчок корпусом, змеи цвет. Ты не туда зашел. Мы сегодня толкаем корпусом. Поэтому... Бум, шакалок. Бум. Here comes the boom. Here comes the boom. Here comes the boom. Да. Юмор. От бога. Здесь все равно особо играть нечего. То есть, вот это наш ход. И мы его убиваем. Да, это был мой план. Я это посчитал заранее в уме. Поверьте мне, все было там в порядке. Я все еще апгрейдюсь. Апгрейд нам нужен на... Либо на двойной спуск. Либо на увеситый клинок. Конечно же на двойной спуск. Потому что он работает со всеми картами. А увеситый клинок работает... Ну, самим собой. Прям как... Окей, знаете что? А я не буду эту шутку шутить. Я вырос. Я теперь взрослый человек. Я не шучу эту конкретную шутку. Как хотите. Так. Весь клинок тебе. И вот этот тебе. И толчок корпусом на один. Целый один. Спасибо, Ваджира. Ты руляшь. Ты теперь делаешь толчок корпусом небесполезным. Когда у нас нет урона. Отличный старт. Мы сжираем чувака. Раз. Дальше делаем. А-па-па-па-па. Сначала воспламенение. А потом удар эфесом. ВВ-транс. Ты вообще нужен? Ты нужен как... Как мотоциклисту... Дробовик. В смысле, очень нужен. Но только завтра. Не сегодня. Потому что сегодня я за рулем. А вы знаете, что за рулем запрещено использовать дробовики? Вот я не знал. Оказалось. Прям в конституции написано. Прочитайте. Кстати. Отдельное спасибо артутным часам. Вы хорошие. 10 урона 4 раза. То есть 40 урона. То есть... Бум. А потом типа... Бум. Ау. Окей. Энергия. Это хорошо. Вихрь. Да. Да-да-да-да-да. За двойным спуском. Вихрь. Это как раз то, что мы искали. Вихрь. Двойной спуск. Нет. Не вихря, не двойного спуска. А знаете что? Не очень-то и хотелось. Раз. И два. Три. И четыре. Ха-ха-ха. Как обычно. На один урона. Колода. Очень оригинальная. Мягко говоря. Так. Здесь у нас воспламенение идет. И после этого вихрь. Нам надо было добить птичку. Конечно я бы хотел увесить клинок на 40 долбануть в избранного. Но надо как-то соизмерять свои силы. Ерунда. Надо нам еще одна ерунда. Да. Мы можем вытащить двойной спуск. Не вытащили двойной спуск. Но зато я думаю, что он практически гарантированно мя-хрен там. Но с двойным спуском есть шанс сожрать. А. Ну или есть шанс пропустить тонну дамага. Я попробую вытащить сожрать снова. Ну тут мы тут ничего не могли сделать. Но мы все равно перед боссом будем отдыхать. Поэтому плевать на все. Сожрать? Ммм. Почти. Почти сожрать. Ну тогда двойной спуск. Удар эфесом. Чуть я еще дать. Рывок в пекло. До свидания. Взяли защиты лучше, чем взяли артефакта. Кто у нас босс? Автоматон. Взяли артефакта. На нем чуть более чем бесполезно. Чуть менее. Проржение плюс один. Не. Куда? Зачем? Нам не нужно проржение плюс один. У нас в этом плане все в порядке. Погнали. Автоматон. Отдыхаем. 91 здоровье с 98. Так. Старт с двойным спуском. Не совсем то, что я ищу. Не совсем то, что я ищу, все равно. Вы не поверите. Я ищу воспламенение. В это трудно поверить. Но у нас есть двойной спуск. Вихая. Ммм. Но. Если мы сыграем ерунду. У нас есть шанс. Хер у нас есть. А не шанс. Нам все равно стоит сделать. Еще одну ерунду. Потом игру мышцами. А теперь сделать двойной спуск. Толчок корпусом. Ну да. Двойной спуск. Двойной толчок корпусом. И. Двойной удар лучше, чем двойной вихрь. Да? Да. Ну это можно для прикола сыграть. А у нас есть деле энергии. Оно было бы идеально с вихрем против этих чуваков. Но у нас есть хрен, а не вихрь против его чуваков. Поэтому будем играть то, что есть. Сначала надо было сыграть удар эфесом. Я ненавижу себя и все, что со мной связано. Так. Без паники. Пять энергий. Их есть у меня. Раз. Два. Три. Энергию надо оставить на вихрь. Надо постараться оставить энергию на вихрь. Но мы не можем тратить. Ау. Ау. Окей. У нас есть хоть какие-то комбо. Так. 7 и 4. Эээ. Математика, спаси меня. 7 и 2. 14, 28. О, окей. Мы тебя убиваем. До свидания. И ты. Ну тут лучше, чем... Бум. Бум. Сложно что-то придумать. Можно добить его прямо сейчас зеленью энергии. Тогда он у нас ничего не украдет. Будет мертв. Я готов. До свидания. Потому что пришлось бы его сейчас убивать. Еще тратить ход. Вау. Ты бьешь 12 на 2. Да. Окей. Я понял. Да. У нас все классно в этом плане. Лови это. Лови это. Бей меня. Суй. 24 урона. Следующий ход будет... Будет трэш. Следующий ход будет мега атака. Есть у нас блоки. У нас есть примерно хер блоков. Одна ерунда. Я боюсь сейчас делать ерунду на случай, если она вытащит вторую ерунду. И боюсь также делать удар весом. Ха-ха-ха. Э-э-э. Да. Мы делаем тупо вихрь. Пожалуйста. Блоки. Ерунда. Ты не представляешь, как я тебя люблю. Так. Боевой транс. Ты нам нужен? Да. Ты можешь вытащить игру мышцами. Почти. Так. Мы можем сделать проломить толчок корпусом, рывок в пекло. Или двойной спуск, толчок корпусом двойной, рывок в пекло двойной. И потом еще удар. Да. Это лучше. А-а-а. Я не знаю. Двойной рывок в пекло не очень классно на самом деле. Ладно, у меня другой план. Двойной спуск. Двойной толчок корпусом. Но это по-любому. И... Знаешь что? Я лучше двойной удар сыграю. А рывок в пекло вообще никакой не буду играть. Мы останемся, кстати, с понтами. И мы все еще можем здесь умереть. Вообще легко. Даже пискнуть не успеем и умрем. К счастью, игра мышцами пришла. Блин. Хоть бы один раз двойной спуск с увеситым клинском пришел. Я знаю чат. Там сейчас рип-стример. Во-первых, я ютубер. А во-вторых, никаких рипов. Пока я жив, никто не рипнется. Понятно? Так. 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 Я играю сожрать сейчас. Просто ради дамага. Мы умрем. Если мы сейчас не вытащим ерунду, мы умрем. А, даже если мы вытащим ерунду, мы умрем. Или нет? Так. 16 плюс 14. Короче, либо мы его сейчас убиваем. Либо мы умерли. Окей. Внезапно мы его убиваем. Преразойти себя. Ну что? Мы играем от силы. Содзу. Неразлучный молот. Эх. Я думаю, что у нас, наверное, не будет шансов больше карты апгрейдить особо. Хотя, произойти себя надо улучшить. К сожалению, Содзу придется. И придется обратить без баночек. О, это Дону и ДК. У нас есть вихрь. Нам нужно что-то сделать для того, чтобы выжить. И обойти элиток. Пожалуйста. Ни одной элитки. Так. Сюда, сюда, сюда. Мы можем. Мы можем обойти всех элиток. Жертвуя магазином гарантированным. Но если мы идем в магазин, мы идем на элиток. А я очкую Славик. Я не пойду. Отказываюсь. Нет. Где мои вихри, когда они мне так нужны? Ерунда. Ну. Ну, это не похоже на вихрь. Я честно скажу. Вот вихрь выглядит обычно по-другому. Короче, я между ними урон как-то... Буду распространять более-менее поровну. И буду надеяться их тайным спуском, вихрем там сваншотить или что-то типа того. Окей. Игра мышцами. Воспламенение. Превзойти себя. 16. Силы. Это уже по-моему. Так я могу разговаривать. Это мне нравится. Ну, может быть мы Дону и Дека успеем быстрее убить, чем они у нас. Но я не очень уверен. Так, можем ли мы сожрать кого-нибудь из вас? Если мы кого-то сжираем, он должен быть последним сожранным. Или нет? Или это починили? Так, ты на сколько бьешь? На 17. Дай бог мозгов. 17 на 2. 20, 34. То есть тебя это не убьет. Ладно, короче. Я никого здесь не сжираю. Сжирание тупит постоянно в этом бою. А у нас был двойной спуск. Мы могли двойное сжирание сделать и сожрать. Да, могли и 100%. Ярость. Иди к папочке. Нет. Не. Не соблазнить меня. Реликвиями. Идите все нахер. Мне не нужны реликвии. Мне нужна моя жизнь. Разойти себя на один силы. Что-то, между прочим, не так уж плохо. Но мы поищем. Мы поищем. Я хотел поискать. Да. Что-нибудь. Но забыл, что мы не можем. Ладно, давай один силы. Чего уж. Наверное, намного лучше было просто атаку сыграть, чем один силы вытаскивать. Через превзойти себя. Да, наверное. Так, ерунда. Иди к папе. А, двойной спуск. Двойной спуск. Весь ты клинок. Раз, два. И двойной удар. У-у-у. У тебя всего лишь девять здоровья остается в сфере охот. А теперь подумай и скажи мне, кому повезет. Тебе или мне? Панк. Эть, спойлеры. Мне. А! Я взял рассечение. У меня дернулась рука. Видимо, у меня инсульт сейчас будет. Окей. По-моему, у меня включены донаты. Я, конечно, не против. Где хоть донаты мне посмотреть? Как мне посмотреть, кто донатит? Сталкер, спасибо тебе большое за донат в 70 рублей. И за то, что ты меня уважаешь больше, чем Тиджоя. Я теперь буду это ему все время рассказывать. Я с ним ни разу не разговаривал в реале. И в нереале. Я не знаю. Нет, я комментировал ему под видео. Периодически комментирую. Но я с ним никогда не разговаривал. Он мне не знакомец. Я вызывал его пару раз на дуэль. Но знаете что? Он боится почему-то огнестрельного оружия. Я не знаю почему. Почему он так боится умереть? Но он же реинкарнируется в следующей жизни. Кем-нибудь. Зачем? Зачем ценить свою жизнь? Пошел бы он со мной на дуэль. Мы бы постреляли друг к другу, как Пушкин и Лермонтов. Да. Тогда, когда Пушкин и Лермонтова на дуэли убил. Конечно, было как-то не очень неловкая ситуация получилась. Да. Очень. Так. Сразиться с боссом из первого акта. Получить все карты. Получить 999 золота. Золота и проклятие обыденность. Вы знаете, как я люблю 999 золота и проклятие. Если бы вот здесь даже был магазин, я бы взял. Магазина нет. Это нас убьет. Босс из первого акта. Я думаю, мы его порвем. К сожалению, это Гексадух. И, скорее всего, мы умрем. Так быстро. От одного к другому. А, кстати, смотри. Ярость. Сейчас мы подамажим нормально. Бум-бум. И долчок корпусом теперь на 16. Ну, при этом я сказал нормально, а это было 16 урона. Офигеть, сколько урона. Ну, вот этот ход поинтереснее. Бум-бум. Было бы на тебе уязвимость. Сколько ты бьешь? 7 и 6? А-ха. Вау. Окей. Я моментально пожалел о том, что мы сюда пошли. Оно того не стоило. Что бы из него не упало, оно того не стоит. Сто процентов. Двойной спуск вихрь. Знаешь что? Двойной спуск. Теперь удар эфесом. А теперь вихрь. Мы его, конечно, не убьем, но на следующий ход мы его убьем. И блока у нас достаточно. Нормально. Пацаны, мы, может быть, выиграем в этом забеге. О, мы можем тебя сожрать. А? Если мы сделаем превзойти себя. А потом вот так. А потом вот так. Ууу, мы сожрали гекса духа. Лучший день в моей жизни. Кронциркуль. Э-э. К сожалению. Ха-ха. Скорее всего бесполезен. Силовая волна. Мы идем на дону и дека. Там нам силовая волна будет нужна. Хотя бы даже просто сбить с них неуязвимость к дебафам. Подножка. А если бы подножку еще улучшить. Ой, как бы мы рулили на дону и деке. Даже не улучшенная подножка будет нормально. Знаешь что? Мы куем. Мы куем подножку. Или превзойти себя. Ладно. Начнем с превзойти себя. Потом скуем подножку. Подножка. Ха-ха-ха. Стример умирают в прямом эфире. А подножка должна его порвать. Ну, не его, а их. Дону и деку. И знаешь что? Силовая волна. Это тоже очень круто. На тебе. Один. На тебе еще. Шестнадцать. Главное похилиться. Хорошо перед ними. И все будет в полном порядке. Боевой транс. Благодарю что ты есть. Игра мышцами. Ты няшка. Оу. Спасибо что вы все пришли. Как же хорошо что у меня такие друзья. Нам не нужно проломить. Потому что оно наносит меньше уже урона чем вихрь. Нам нужно... Нам нужно тупо вихрь врубить. И сожрать перед этим. С этим чуваком шутки плохи. Его надо убить на следующий ход. Никаких сожраний тут не может быть даже приблизительно. Рассечение. Спасибо. Зелье проворства. Уходит. 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 О нем еще когда-нибудь напишут. Двойной удар. Металлизация. Железная вуля. Я. Решил. Что я в эту колоду больше карты не добавляю. Даже такие как металлизация. Хотя металлизация работает с орехалком. Колода слишком жирна. Синяя свеча. Я знал что ты тут есть. Я бы набрал сюда проклятие в эту колоду. Мы бы зажили. Зарулили. Так есть тут что-то что мне вообще нравится? Наверное красный череп. Наверное не ложка. Что мы с ложкой будем делать? А не хрена. Ну силовую волну может быть сэкономим. И все. Трата денег. Синяя свеча. Просто не брать проклятие. Она будет не нужна. Зелья мы использовать не можем. Харизма. На дону и деке. Это наверное круто. И обликновить мы на дону и деке тоже круто. Я набрал карты. Но это одноразовые карты. Нормальные карты. И мы можем убрать проклятие. По-моему нормальный магазин получился. Ничего лишнего. Бронзовая чешуя всегда хорошо. Все. Я отдыхаю. Я обещал. Я отдыхаю. Мы полечились. Мгновенно перенестись к боссу. О, кстати. А есть ли смысл? Потому что у нас может быть еще один апгрейд. Ну, мы также можем потерять все здоровье. А что мы апгрейдить хотели? Мы хотели подножку апгрейдить. Так ли это важно? Вообще-то да. Не, пойдем еще. Только не на элитку. Хотя. А что нам элитки? Какую мы элитку боимся здесь? Ну, точно не голову. Мы ее должны порвать в тряпки. О, с таким первым ходом она будет у нас просить пощады еще. Десять силы со старту. И лови уязвимость раз. Потом. А, мы здесь все играем. Рассечение. Толчок корпусом. И еще избиение. О, мой бог. Какая шара. Самая лучшая для нас, наверное, элитка. Лучше не придумаешь. Правда, под слабостью уже такой красоты не будет, как здесь только что была. Так, 9 урона, 8 урона. Удары все еще лучше. Вихрь надо было проапгрейдить. О, кстати. Нам вместо уязвимости лучше проапгрейдить вихрь. Что-то я туплю, конечно. Но намного лучше было бы его проапгрейдить. Боевые трансы. Спасибо, что вы есть. Надо было сначала ерунду всю сыграть. Но неважно. Мы можем ее и сейчас сыграть. Чего не стоит играть. Это что-то типа обороны. Потому что у нас мороженка. 6 энергии. Ну, детка, лови. 1, 2. И 6 энергии еще сверху. Можем ли мы тебя сожрать? Нифига не можем. Поэтому я его просто использую для нанесения дамага. Я гарантирую тебе голова. Ты мертва. Да. Ты все равно мертва. Даже несмотря на то, что ты споришь со мной сейчас. Поверь мне. Ты мертва. Спасибо. Наконечник пера. Няшка. Еще одна ерунда. Да. Да. Это добор. Это рулит. У нас есть переходящий. Ну, я думаю, шансов убить его, к сожалению, нет. И первый ход превзойти себя такой. Слабенький. Ну, лучше, чем ничего. На тебе. Бум. Слабость. Ты бьешь на 9. Я бы предпочел, чтобы ты бил на 0, если честно. Пожалуйста. Благодарю за сотрудничество. У нас, кстати, с этим чуваком могут быть проблемы. Если очень какой-то невезучий такой ход будет. И нам не стоит его дамажить больше, чем нужно. Зачем? Ну, он уже 0 наносит. Нам его все равно не убить. Ну, это нереально. Поковать мы лови. Типа ерунды. Вот так вот тебе. Не знаю. Вот так. Ну, 22 блока. Ну, силовую волну надо было сыграть. Вот здесь я уже, конечно, что-то дожрался. Чуть силовую волну не играть. Это уже слишком. Ни в какие ворота не лезет. И вуаля. Лови 26 урона в лицо. В смысле 15, но все равно много. Больше, чем хотелось бы. О! Может, все-таки есть шанс его убить? Как думаете? Двойной спуск в вихрь. А, с кончиком пера? Ну, половину снесли. Почти. Вот так надо на дону и деке сделать. Да? Мы, кстати, ради элитки пропустили костер. Так что апгрейда, наверное, не будет. Мы как-нибудь переживем. Сей прискорбный факт. Так. Чем тебя убить? 10 урона мало. Тогда вот так вот. И это тебе. И это тоже тебе. Какие у нас шансы? Ну, во-первых, у нас есть красный череп. Он, скорее всего, будет работать. У нас есть наконечник пера. А если нам очень-очень повезет с наконечником пера, мы Дону и Деку порвем в тряпки. Просто превратим их в мясо. Но для этого надо повезти. Надо, чтобы повезло. Еще будет очень важно, чтобы хороший первый ход был. Если хороший первый ход, если мы наберем много защиты, много силы в первый ход, мы их порвем. Меч Бумеранг не улучшенный, я не беру. Конечно же, я не буду здесь ковать поздно. Для ковки уже время прошло. Теперь нам надо их рвать. Вихрь, двойной спуск в первый ход. Вообще не то, что я хотел. Кому подножку, на тебе. Абсолютно не то, что я хотел. Но это то, что у нас есть. Так что двойной спуск, я не знаю. Двойной рывок в пекло, я просто не хочу играть. Двойной толчок, короче. О, но это сделало так, что у нас работает наконечник пера. Ну, слушай. Неплохой урон для первого хода. А рывок в пекло, я... Одинарный я сыграю. Двойной это уже слишком. Нормальный дамаг. Так. Устрашение работает на Дону. Я счастлив. Пошла ерунда. Пошла игра мышцами. Еще одна ерунда. Благодарю вас. Так, у нас 22 блока. Он бьет на 22. Призрачные латы можно не играть. Можно играть... Проломить. Да, призрачные латы сгорят. Но того стоит. 100% оно того стоит. На Дону теперь уязвимость. Он, правда, с защитой собака. Но... Все равно того стоит. Так. У нас 8 силы уже. Нас бьют на 30. Я отказываюсь? А что, если вы... Я отказываюсь. Вы когда-нибудь думали об этом? Мы почти убили Дону. Окей. Я думаю, что мы победим. У нас много здоровья. Все благодаря... Ну, Дону, ты... Что думаешь насчет того, чтобы сдаться? Я вижу, он не хочет сдаваться. Но у тебя тогда оковы тьмы. И вот так. Все сверху. Ты все еще не сдаешься, да? Окей. Да, я думаю, что мы победим, если только сейчас нас не сваншотит какая-нибудь дека. Она может. Но мы сейчас ей сделаем слабость. О? Бум. Потом сверху рассечение. Бум. У тебя 7 здоровья. Я его добью просто ударом Эфесом. А, нет. Удар Эфесом нам точно вытащит один обычный удар. Поэтому делаем удар Эфесом сюда. А ударом обычным добиваем Дону. И у нас наконечник пера. Я не буду его тратить. 51 урона. Давай оставим наконечник пера. Если нам сейчас придет что-нибудь сильное, мы его сваншотаем. Ну? Ну? Проломить. Ну? Чё-то типа того. Хотя бы так. А, он труп. Окей. 13-е возвышение. Алтоносным взято. Ноль проблем. Я не сомневался в победе ни на секунду. Нет, действительно классная колода. Очень интересная. И мне понравился баланс атаки и защиты в этой колоде. Редко я играю с балансированными колодами. Но это, видимо, то, что нужно для латоносцев на таком высоком возвышении. Скорее всего, без... Защиты совсем выигрывать не получится. Ну, бывают, наверное, какие-то имбовые колоды. Но... Слушай, ну я доволен больше, чем на 200%. А стрим все-таки немножко тормозит. Наверное... Ну... В Ганжин не получится так играть. Не тащит этот компьютер. Ладно. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то заходите на мой Patreon. А еще вы можете нажать на лайк. А еще вы можете подписаться, нажав на колокольчик. Ну, я благодарю вас за то, что вы его смотрели. Увидимся с вами обязательно в следующий раз. Все, чат. Мы можем расслабиться. Этот... На Ютубе нас больше не увидят. Я это вырежу. Субтитры сделал DimaTorzok